Музыка Продолжаем движение. 116 серия, участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 73 километра. Двигаемся в сторону Красноярска. Тут одностороннее движение. Двигаемся в сторону Красноярска. Двигаемся в сторону Красноярска. Двигаемся в сторону Красноярска. 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 Двигаемся в сторону Красноярска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Танкист Василий Это ответ на название трассы Я думал, что это серия 112 Что это трасса Байкал, но в связи с тем, что эта чехарда идет с переименованием, вот сейчас она называется по-другому Так, летний путь Это я перевел на звание пользователя Спрашивают, а когда появятся участки по 100 километров без населенных пунктов? Чувствуется, что человек использовал Яндекс-Переводчик Значит, я ответил, что когда появятся участки по 100 километров без населенных пунктов? Значит, мой ответ такой Это на трассе Р-504 Калама Там, наверное, не по 100, может даже гораздо больше километров Вообще без населенных пунктов Ну, место совершенно не обжитое, совершенно пустынное Ну, сейчас не буду забегать вперед Скажу, что более подробно буду комментировать и трассу Лена, и трассу Калама, когда подойдет очередь Ну, а сейчас приступаю к обработке 117 серии А вам удачного просмотра, комфортного просмотра Получается Канск Зал Красноярск Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, это уже нет Я не уверен Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь, наверное Субтитры сделал DimaTorzok Нет, это уже не сужи Это уже не сужи Это не сужи Это не сужи У кого-то колесо, видать, заклинило Далее Далее Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше Дальше Должно быть Режимное предприятие За ним Соши Что-то связанное или с нефтью, или с газом, или завод, или какое-то производство, не знаю. Листвянка, река Листвянка, поселок Листвянка на берегу Байкала. Очень красивое место. Продолжение следует... Так, вот за этой вывеской, по-моему, они биты. Авиафиксация. Ну ладно, авиа-тотавиа. Значит, за Красноярском, если ехать на восток. Неужели закрылось это кафе? Ну ладно. 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 Так что можете записать координаты. Повторю, это Мотель Сож. Тогда, кстати, площадка была маленькая. Но там максимум baco заехать четыре пять автомобилей. Сейчас площадка значительно увеличилась. Большое количество дальнобойщиков. Там останавливаются автомобили и на обочине стоят и на площадку заезжают comme на встречной так и на попутной так как на левой так и на правой стороне короче запишите координаты если будет желание то я бы рекомендовала там остановиться отдохнуть рекомендую это место вот он сош это река белоруссии мы долго гадали как же она расшифровывается думали аббревиатура все оказалось гораздо проще кстати выпечка очень хорошая все же уехали ночью так уже ближе к полуночи остановились зимой было взяли выпечку слегка закрепились пообщался с хозяином заведения я сделал короткое видео по моему плейлист Москва-Красноярск там должно это это видео быть что становишься вообще он и это с Так, карту памяти поменял примерно в 9 часов утра по Москве. Число прошлости, не знаю, насколько хватит. Так, вид на Красноярск, интересно, будет какой-то панорамный. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...